Маленький городок Фукьер-Леланс расположен на севере Франции в двухстах километрах от Парижа. Сегодняшняя тихая размеренная жизнь мало напоминает о страшных событиях 75-летней давности. Но именно в этих местах в годы оккупации Франции плечом к плечу сражались советские военнопленные и бойцы движения сопротивления. Мемориал советским военнопленным в департаменте Падо-Коле открылся после реставрации. Ее инициатором стала Ассоциация «Русская память». Монумент воздвигли на месте братской могилы, где покоятся семь человек, работавших там на угольных шахтах и скончавшихся в 1942-1943 годах. Одна из семей, покоренных здесь советских солдат, заказала закрыть доску, что мы сделали отдельно для их деда. Имена героев теперь высечены на граните. Андринович, Яковлев, Желейко, Высочин, Дандыль, Штых и Власюк. На монумент добавили и текст на русском языке, а символ серб и молот сохранили в том же виде, как раньше. Восстановление одного захоронения – это элемент большой мозаики. Все это вместе – это память о наших соотечниках, о наших солдатах, офицерах, о наших мирных согражданах, которые оказались не по своей воле здесь, во Франции, в других европейских странах. В большинстве европейских стран, мы знаем, люди, простые люди на протяжении десятилетий, заботятся о наших захоронениях. И здесь то, что в год памяти славы, в год 75-летия победы, захоронения приводятся в порядок, восстанавливаются памятники, вызывает, конечно, чувство искренней, безграничной благодарности. А в соседнем городке НН Бомон российско-французская делегация возложила цветы к местам захоронения командира партизанского отряда Василия Порика и его товарища Василия Колесника. Чтобы поймать Порика, гестапо развешивало листовки с обещанием баснословных денег. Василий Порик, он же Базил, он же Громовой, он же старший в спецлагере для советских военнопленных Бомон. В плен советский лейтенант попал в 42-м, быстро вошел в доверие к немцам, смог выходить за территорию, чем сразу же и воспользовался. Связался с французским сопротивлением и советской агентурой. Тебе поручается возглавить русские отряды на севере Франции. Днем военнопленные работали на шахтах, а ночью устраивали диверсии. За три месяца 44-го года уничтожено 13 эшелонов, 20 грузовиков, почти тысячи убитых фашистов и ни одной потери со стороны партизан. Разгромив охрану концлагеря, Порик организует побег заключенных. Когда немцы все-таки поймали Порика, тут же расстреляли. Ему было всего 24 года. Спустя 20 лет Василию Порику присвоили звание Героя Советского Союза, единственному из партизан, воевавших во Франции. На его могиле всегда цветы, а в Паде Кале и сегодня говорят, нам бы 200 таких Пориков и фашистам у нас на земле не хватило бы места. Несмотря на многочисленные попытки некоторых европейских стран в год 75-летия Победы принизить роль Красной Армии в разгроме фашизма, обвинения в развязывании войны Советским Союзом наравне с Гитлером, во Франции сегодня многие по-прежнему помнят и чтут подвиг нашего солдата. Захоронения сохраняются в таком виде, в котором они и были созданы. Памятники нашим героям, они ставятся, они сносятся, потому что здесь большой части общества прекрасно понимают, кто выиграл войну. Мы надеемся, что в текущем году можно будет, если не завершить, то очень серьезно продвинуться вперед в создании монумента девушкам, партизанкам, которые бежали из фашистского лагеря и создали специальный партизанский отряд Родина. В честь их памяти в городе Тиле сейчас возводится монумент. Параллельно сейчас ведется работа над установкой обелиска на кладбище в городе Абурден, где похоронены как советские участники сопротивления, так и воины русского экспедиционного корпуса, сражавшиеся во Франции в годы Первой мировой войны. В планах на этот год, конечно же, празднование юбилея Победы. Во Франции запланирован целый ряд мемориальных мероприятий, в том числе ставшая уже традиционной для Парижа акция «Бессмертный полк» и совместные с французами церемонии возложения цветов к могилам участников Второй мировой войны, каждый из которых внес свой вклад в борьбу с фашизмом. Служба информации Российского исторического общества.